итак добрый день я сегодня хочу начать рассказывать по поводу дома который был выбран в голосовании моей группе типовой дом двадцатых годов разработана фрэнком райтом фрэнком лойд райтом собственно говоря вот такой дом это была серия домов который он проектировал для среднего класса допустим начала двадцатого века в хорошем архитектурном исполнении но при этом доступный по цене в статье я приводил пример пересчета стоимости получилось 2 миллиона 300 тысяч рублей на сегодняшние деньги на самом деле мне кажется я брал на сам как бы цифру 38 тысяч долларов и пересчитывал из 3000 долларов соответствии с инфляцией которая была указана на каком-то из сайтов соединенных штатов америки пересчитывал в соответствии с инфляцией с ростом цены прочего но мне кажется все таки 2 миллиона 300 тысяч в наших реалиях то есть если прямо переводить это быть нереально то есть я не представляю как можно уместиться в 2 миллиона 300 тысяч сегодняшних денег все считал эту цифру соответствии с татой которую выходила статья на 20 июля то есть да сейчас бы я думаю этот дом стоил бы где-то 14 миллионов ну так или иначе как посчиталось я нигде не врал на сам наверно стоило указать откуда данные ну не указал и ладно а так или иначе в соответствии с голосовалка которая запускала мне очень хотелось на самом деле что-нибудь спроектировать для себя заказов сейчас хватает работа хватает но хотелось сделать что-нибудь интересное и мне очень на самом деле хотелось этот дом в общем то есть сюда собрал все данные которые смог найти в интернете наверняка можно что то еще найти но мне очень то нужна планировка фотографии и по ходу дела я наверное видео для видео буду искать дополнительные материалы может быть найду что-то еще и начнем с того что я просто возьму архикад пустой файл абсолютно без шаблонов а идея еще и в том чтобы я настроил окружающую среду тут прошелся от нуля до там смет может быть даже конструкции за как пойдет очень начал хотя бы архитектурно рисовать вывести может какие-то там ведомости материалов виде объемов и площади там ворвом и и может даже что-то посчитал какую-нибудь смету и в общем короче выдал эскизный проект хотя бы давайте назначим эскизный проект задачей расчеты какой-нибудь специфика хотя бы ведомости материалов сколько он по деньгам будет стоить и может быть от визуализировали и я случайно остановил запись визуализировал его временем на 3d max честно говоря ни сил ни времени нет есть коллеги которые намного лучше меня владеют 3d max поэтому щас особо не будем начнем в общем берем планчик вытаскиваем из него вытаскиваем его в виде отдельной картинке можно ли там как-то вытащить оригинал какой-нибудь я вот то ли не вижу кнопку то ли нету а вот этот козе оригинал если какая-то разница никакой разницы нет ноги соберем потом копируем картинку и вставляем ее в архикад архикад мой основной инструмент я привык работать в общем ничего сверхъестественного здесь не будет я кстати это видео скорее всего как только вот я часик поработаю на проект не сразу выложу не сразу посмотрю может что-то порежу очень плохие места вырежу но скорее всего ничего делать не буду и так и будем идти то есть кусочками свободное время я буду делать какую-то работу по проекту и выкладывать ну на самом деле вот на таком давайте рассмотрим план если иметь такой план руках то он ну как видите не с не очень четкие не очень удачные не размеров нет ни к чему привязаться может быть действительно где-нибудь интернете еще найдет с размерами нормально чертежа какой есть такой есть скорее всего при проектировании возникнут различные моменты когда непонятно то есть там дорисовал объема он выглядит не очень ну придется немножко там посмотреть фотографии попытаться пригнать по ходу дела будем разбираться к чё как помещение очень слабо по таки подписан там ливен рунки чё на breakfast это понимаю что это столовая кухня гостиная с каминной зоной конечно в 2 миллиона рублей так вот один камин на 1500 выйдет если не больше спуск в подвал много дверок вообще фрэнклут райд очень любил витражи и деревянные столярные изделия наверное сначала в одном варианте попробуем сделать прям как у него и во втором варианте попробуем ленточное остекление без рам пушником просто перекроем большими большепролетными большепроемными оконными изделиями и дверными спальня шкаф гардероб кладовка кладовка ванная а еще одна спальная черном гардеробная так интересно кстати сделано что звуки из одной спальни в другую ну кроме как через дверь и зал противник не могут если это нормальные двери да еще и с этим порошками по порога по порогами то звук попадает про и пускаться не будет но вообще штатах часто любят когда помещение сплошняком на папа как это пол пол на без без непрерывной на все помещения то есть никаких порогов нет может быть даже видели фильмах фильм американский когда там видно какая-нибудь тень это визе нибудь уже стеки или детективы или триллеры когда там под дверью щели и в щели виды что появится эта тень музыка нагнетает и так далее и понятно что кто-то крадется к вам в общем у нас есть разрез горизонтальный по зданию вот эта черная полоса силуэтная это будем принимать за планки будем по ней рисовать берем там и простой инструмент наверное только еще знаете что сделаем что мне всегда раздражает когда включаешь за 2 архикад в том что у тебя есть куча ненужных тебе реквизитов я обычно вот уберу и все удаляю стоит ли удалять сейчас если сейчас начну работать он все время будет спрашивать слои ну по ходу дела на самом деле очень много вот эти все слои они неудобные я обычно их постепенно вывожу и разделяю на стены перекрытия да тут все это есть но они не очень нужны мне порядке находятся и никогда не формулировал на самом деле почему закутся вслух почему я переделываю всегда слои но мне не нравится слово конструктив потому что обычно я реально рисую сначала архитектуру потом конструкции и я разделяю то есть пишу стена и сейчас дальше отступление сначала ставлю такой знак чтобы он был самой верху по сортировке слоев пишу стена пардон это у нас архитектуру получается там самого их получает попадает и потом капсулка отключаю каркас такое вот мне так привычнее еще есть коллеги которые вот просто берут и внутри слоев делают такой разделитель притом по уроширению здесь вы к его его ну пока что нами до этого удалить ничего не будем пока что и рюляли потом разберемся с этим в общем пока что чтобы не путаться и чтобы архи к от нас не отвлекал и не хочу ничего делать и по реквизитам скорее всего тоже реквизиты это реквизиты 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 элементов менеджер реквизитов реквизит это наборы различных элементов которые влияют на отображение способы отображения и способ разделения всех элементов в объекте который вы проектируете слои и перья типы линии типы штрихового покрытия материалы и прочее конструкции их много наверно сейчас заниматься что я буду удалить не стану по ходу дела удалим просто лишнее оставим только нужное на самом деле за много удобнее к примеру когда вот у нас есть многослойные конструкции включились а это отображение вот они их очень много и как вы понимаете большей части не нужны когда вы оставите оставите меньшую часть вот эта галочка означает это где-то подключено и используется но на самом деле на все это не нужно это материал а вот эти многослойные конструкции на многослойные конструкции на между материалы попозже уберем удалить удалить просто удалить все примените закрыть а сейчас ничего не должно быть . то не он один оставил такое свойство на самом деле это очень удобно когда просто только то что нужно тебе остается в реквизитах постепенно все их пройдемся себе на все разберем стена такие начинаем а что еще следует сделать у нас есть три раздела инструментов это все что касается аннотирования подписи размеры высотные отметки прочее проекция различные инструменты которые помогают делать и 2d чертежи конструкцию это 3d элементы даже зона 3d элемент который мы рисуем видео объемы здания нам нужно что беру чертеж и чтобы вот масштабировать надо к чему-то привязаться и допустим это будет вот эта дверь эта дверь мне кажется тут к этому шагу или привязываться и будем привязаться привязываться не вот к этим нижним элементом который как бы еще можно представить что это основание стены к ней надо привязываться на самом либо привязываться к темному силуэту который хоть и плохо видно но все-таки можно более-менее отличить зачем мы это делаем за нам нужно масштабировать чертеж чтобы я смог с него и снимать размеры и рисовать по нему сейчас если посмотреть вот одностворчатая дверь шириной по картинке который вставил шириной 1433 миллиметра чего в жизни обычно не бывает обычно эта дверь в просвете ну или по полотну это не одно и то же но сейчас опустим обычно 900 900 800 900 чаще входная 900 чтобы можно было мебель внести хотя следующее поменьше ну так или иначе то в подвал похоже мебель филу носят проекта в общем следовательно нам нужно уменьшить по принимаем что это дверь должна быть 900 то есть нам нужно высчитать коэффициент разницы между измеренным размером и действительным размером который мы считаем действительно 900 миллиметров то есть мы берем 1033 делим 900 можно 900 на 1033 получим там ни один сорок восемьсотых как сейчас а там 0808 десятых такое ну так или иначе сохраняем в память калькулятора меряем включаем для простоты отображения габаритов картинки чтобы уголки такие появились ставим черт вот эта точка по point pivot вмешается ставим размер видим 22 тысячи 719 миллиметров и мы знаем что нам нужно уменьшать следовательно мы не перемножаем а делим габаритный размер этой картинки чтобы уменьшить на разницу между действительным размером дверей и измеренным на беру рима 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 получаем нас 1339 мр фольку ля 3 этого вы вытащить цифру из памяти калькулятор запоминаем цифру 15 1339 включаем инструмент линия и привязываем к началу к началу картинки тысяч а ну чтобы линия у нас а двигалась четко по горизонтали по вертикали или под углом мы примерно приближаем к такой появляющейся из ниоткуда постепенно пунктирной линии зажимаем shift чтобы не было не двигался даже если вот так вот поставлю мышку то он будет время двигаться по горизонтали потому что я заблокировал шифтом вдоль этой линии а потом нажимаем таб свободными пальцами и вводим цифру которую нам нужно 15539 миллиметров лишь лишь прав 339 ничего страшного уже переделать мы просто выбираем эту мышку появляются ручки в виде точек появляться такой тулбар небольшой относящийся только к нашей линии можем не зажимать shift просто чуть-чуть бы она будет она магнититься к кирни линии опять то и вводим исправление зме от такой ширины должна быть картинка чтобы изменить картинку мы просто еще одну линию чертим без вообще и без измерений вертикально берем выделяем саму картинку и начинаем ее масштабировать она там сразу выделяется так инструмент измерения размеров за только надо не забывать что измеряем зажимаем вас во-первых прижим примагничиваем к диагональной линии сжимаем shift и уменьшаем уменьшаем до пересечения свера не начерчены вертикальной линии вот примерно тот размер картинки который должен был получиться ну и примером тут на 900 я все-таки непонятно куда тыкву и мышкой чтобы получился там какой-то размер потом по ходу дела поправиться на самом деле она станет понятно где косяк и исправить будет несложно потому что мы сейчас работаем с архитектурой начинаем чертить выбираем инструмент стена смотрим высоту zero у нас на 0 у нас пока условно это черный пол конструкции и откуда начнем чертить какой-нибудь нормальный угол на 1 ну вот этот угол вот так вот видео получилось такая стена изменим ее там сколько-то 100 миллиметров по ощущению 150 ну я то есть пытаюсь просто выровняться с черной линией 130 130 миллиметров на самом деле это может быть просто архитектурная линия который ничего не значит потом будем в соответствии с технологиями выбирать что это может быть примеру это может быть деревянный каркас легко может быть кирпич кого-то вроде кирпича все-таки для и для каркас то что никого-то не тонковат знаете для чего это может быть тоже каркас быть но утеплено пенополиуретаном или каким-нибудь ныне пенобетон пенобетон тоже толще будет особенно кстати говоря смотри каком регионе мы говорим если это кто-нибудь там южные штаты то там вообще мы стены могут быть толщиной в 5 сантиметров утепленные утепленные кстати появляются уже направляющие которые помогают мне чертить такой здесь что-то ничего не помогает мне утепленные пенополиуретаном также по современным технологиям раньше правда они либо вообще не утеплялись либо шлаком либо ищем стружкой либо опи но не обилками эти измельченные целлюлозы бумага проще говоря вот все начертили кстати выделяю сразу весь контур без этой стены то что я сначала я начертил без привязки тут видите как можно выбирать либо одну стенку чертить либо сразу много цепочкой и он выделяет как вот такой сгруппированный элемент можно же закупировать вот кнопку разгруппировки можно включить обратную добавить эту стенку на группировать и он будет каждый раз включаться всем контуром но нам нужно разгруппировка можно в принципе в архикаде можно продлить вот так стенку на самом деле это быть не очень верно потому что это внутренние стенки обычно производится несколько иначе чем внешние плюс рекомендую вот линию привязки тот синяя полоса это линия привязки линия опоры чего год как называете просто и и улучшен этот то есть я могу изменить эту щену метр поставить и она не сдвинется то есть все что угодно может двигаться но она двигаться не будет она тоже может быть там где-то внутри стены так вот я могу сделать она сместится на 50 миллиметров но все равно если поставлю метр здесь будет 50 миллиметров разница которые его ранее вот почему я рекомендую ставить эту линию внутри потому что вам важны внутренние габариты помещений они внешние вы строите дом в любое назначение назначение любого здания в том чтобы защищать человека от окружающей среды в первую очередь это погода потом это просто от от враждебных действий других людей от ну и потом уже то есть это враждебный 10 смысле сохранение своего имущества документов денег прочего и потом уже начинается всякие эстетические факторы когда там вы хотите чтобы ходить и хотите находиться помещение которые там только ваши и все но это все лирика продолжим на материалы ничего пока внимание не обращаем дальше потом поставим размеры будем смотреть получается смотрим включим цепочку опять и вот этой точке пойдем ставить внутренние стенки если кстати смотри да вот этот стенка толще а вот эти уже не тонковатые по ощущению по крайней мере вот вроде как вот да не как-то наверно кстати все таки короче ладно пока пристраиваем такой щенка будто здесь вот одна стена идет вот до сюда потом поворачивает вот это уже вроде тоньше принципе то можно и так протянуть но все таки все таки все таки все таки надо подумать с точки зрения конструктива пока вот так протянем она где-то вот так вот и похоже она еще вот так вот идет может быть может быть так потом вот эта стена вот так вот явно здесь что то есть наверно стоит вот так вот сделать наверно так будет хотя нет все таки вот ну а я и носил целиком и это целиком в жизни все таки одна стенка порежет другую если это будет каркас с это будет кирпича не будет монолитную но с бетоном то же самое так и здесь тоже какая-то стенка здесь какой-то очень маленький очень маленькая кладовка это у нас гарнитур кухонные здесь у нас перегородка а кстати вот еще одна стена здесь явно есть какие-то дверки гигантский просто гигантский камин сейчас мы его нарисуем что-то надо будет думать потом с террасой полисадник конечно знатный знатнейший прям такое все сюда вставать похоже надо чтобы оглядывать свои владения из двух соток обычно американцев там не очень небольшие участки делались бывали всякие раньше конечно ли там просто а кроме земля и где-то там дом непонятным далеке ты до него не доедешь не дойдешь те еще и остановят с вопросом что ты здесь делаешь но в основном когда вы видите это там поселки или винтауны обычно это очень простое такое нечто там очень маленькие участки которым только дом помещается и только один красивый фасад а другой фасад смотрит фасад другого дома так у нас запись идет уже 25 минут и мы нарисовали домик давайте посмотрим другие фоточки у них там было стало интересно плоская крыша никогда плоская крыша какой-то там какая-то штука сверху и дымоход вот это похоже явно каминный дымоход это вентиляция подкровенного пространства мне кажется вот эта крыша она там не кажется надо если здесь дымоход то здесь просто больше некуда здесь мне кажется здесь подъем над крышей такой виде бельведера с небольшими окошками которые дают дополнительные цвета вот в это пространство много стекла много отделки подвал подвал есть явно какая-то выступающая штуковина так ну в общем в общем в общем в общем в общем в общем ладно сделаем привязки это кирпич пока нарисуем к камин нарисуем камин той же стеной нарисуем что включена так так рисуем такие штучки чтобы сразу сделать все симметрично эту стенку удалим и протянем сюда ну как то так чем софта это получилось в 3d у нас вот такая штука страны а подтормаживает немножко подтормазывают видео они тоже перестал наверное из-за того что запись идет можем принципе проставить дверки 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 у нас тут туда туда любят американцы чтобы дверь была внутрь открывалась вот здесь вот явно небольшая дверь впритык похоже все таки сделан 900 и похоже там вообще нет наличников просто четверти вот надо будет похоже подравнивать в итоге все это и здесь вот на дверь так вот ну ванну естественно дверь поменьше что наверняка там в те времена делали порожок здесь где не участок американцев там делается почему-то металлическая пластина может быть здесь дренаж еще проводят это фантазия на самом деле сейчас так 9 вход на дверь которая перекрываю часть часть гарнитура мне кажется в наших реалиях здесь не бы не был бы двери здесь дверь открываешь дверь и там сразу же тебя ступеньки специфично свой тут вообще такая маленькая маленькая дверь нет не маленькая просто надо сдвинуть на похоже на то так 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 поправим чуть так здесь в такие маленькие дверки ну я даже не знаю 500 но похоже да очень маленькие штучки в одной хранится пылесоса в другой хранится самовар интересно вот это понимаю что ковры ну да в общем то что еще может быть а куда можно переключить типа двери на раздвижную а вот складывающиеся есть двойная дверь много панельная раздвижная вот такая большая но мы ее чуть подсократим прям по месту кайф так почему же почему же а если его и просто проблема в том что я не могу не мог поймать дверь а если инструмент пипетка я могу нажать на какой-нибудь элемент и хочу инструмент стена или дверь включу инструмент которым был создан данный элемент при этом с теми же настройками которые имеют данный элемент но я сейчас словил не тот элемент а он подсвечивать синим то что что это введена мышка и можно табом переключаться между элементами которые находятся в данной точке чтобы выбрать то что нужно на путь нам нужно нужно было дверь такая вот тут еще такое то стекление мощное и и и открывание сюда мы поправляем чуть-чуть какая маленькая дверка все таки как-то 650 сразу подровняем размер и тут большое остекление по фоткам а он зеркальный понятно надписи при этом слева направо все правильно значит такой дом я думаю что он один построен а похоже не одни единственно перечитать историю здесь все это все двери или вроде они одинаковые раз два три 444 ступени или подъема и явно где-то тут 4 почти вровень с этими только тут еще отлив то есть это не выхода или так переделали уже потом выходить можем только через дверь а это можно полностью все открыть и это наверное даже не двери а а окна тогда берем окна потому что 50 было высота допустим 200 он похоже в ровень с дверью отступ наверно подоконника 100 если там вообще вот судя по все таки по чертежу это вообще не окна не подоконников не то еще не стены внизу нет попробуем нарисовать левую дверь правду точно левую это часть это точно окно и она практически точно зафиксированная без поворотных створа потому что иначе бана выходила прямо на ступени такое вряд ли бы кто-то делал на самом деле это рисована что это что это очень показан только две открывающиеся двери пока вот так поставим и не влезает на счету 50 пашу ровно по 600 миллиметров пока что возьмем такой размер и и и и это очень странно что если у нас двери в пол и а окна нет опустим так так но это больше похоже на правду может быть он просто 620 но пока так и тут явно будут еще этим маленькие окошки если 2100 допустим здесь 1500 то здесь будет 600 и и и и и получается что тут маленькое окошко похоже он даже меньше по ширине чем остальные есть такой столбик это он там она пока что уменьшим до размеров посмотрим как пойдет дальше и маленькие окошки идут и здесь в разнообразных сначала ставим потом расставляем правильно вообще странно здесь два окна показана в жизни одну а а терраса доведена заподлицо вот эта часть она довезена до этой стены и вот это окно сделано в такую же высоту ну пока сделаем как по проекту окей так продолжаем ставить ну вот здесь чуть-чуть не хватило выравнивать будем потом когда привяжемся стен я сейчас просто хочу как результат получить быстренько перед тем как пойти спать потому что сейчас уже сколько он еще ровно полночь завтра работа и полностью насыщенный день так так еще по ощущению что есть больше окон сдвинем чуть посмотрим ну как бы нет все таки тут ничего нет посмотрим где тут еще окна должны быть по ощущению что есть небольшие окна везде тут окно и какой тут 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 окно но мне кажется она если здесь я оставил ровно такой же с высотой 1500 от пола то я думаю что здесь будет 900 высотой 1200 и 600 шириной так выравним пока что сделаю ох непонятно что это такое непонятно что это такое и сделаем еще тут очень сзади такие такое остекление мощное идет судя потому что я вижу очень симметричное остекление везде прям везде везде возьмем двустворчатое окно они все были двустворчатые черт возьми ладно сейчас там будет на фасаде красота творится пока так и там наверху ровно такое же окно так не будем портить картину так 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 сейчас все мы быстренько переделаем под одностворчатые окна нет это забрать нельзя вот это надо брать и вот эти два они одинаковые поэтому только их выбираю и перенастраиваем их на одностворчатые там было 533 600 1500 все они поменялись берем эти окна переделываем точно так же 600 и 1200 все готово продолжаем а следовательно тут и тут ставим прям в угол это окно меньше судя по чертежу а остальные идут как а почему то тут они прямо они привязаны прямо к стенам окей хорошо а там похоже я перемещаю я перемещаю в чтобы не думать размерах как как они все таки сделали они прямо прямо приводят стену в разделители у окон интересно изящно надо будет думать о том чтобы не получилось так же что надо будет сейчас ну не сейчас а попозже чуть размеры проставлять таким образом так дверь дверь здесь еще какая-то фигня получилось замкнутое помещение здесь вообще странно нету не может так открываться если он так открывает стоит там чуть я бы хранить складная быть не может но наверно как то так что двери конечно получается и терраса сейчас террасу нарисуем из плана а все остальные поверхности нарисуем из 3d перекрытие просто берем натягиваем вот так вот перекрытие а доводим его а у нас как выставлены сейчас ну да надо немножко вернуть и получается что у нас такс 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 а ну погружите мне просто непонятно на что ориентироваться мы просто будем ориентироваться на ограждение который не очень нам что показывают следите за этим каким инструментарием я пользуюсь если вам интересно как работают архикад а потому что не все я додумываюсь комментировать либо если будут зрители спрашивайте в комментариях что и как я делал так и как то ну вот так получается смотрим ну вот какой то такой дом кстати интересно каком площади получается сейчас не будем зоны делать экспликации просто натянем штриховку и посмотрим да уже на самом деле вот после полночи только более около полночи голова уже все не соображает это давно пропало при как бы не привычка даже а ну привычка допустим сидеть по ночам что делать сейчас больше до полночи желательно ложиться спать а просто другое время не было только сейчас есть возможность что-то поделать для себя я считаю что я делаю для себя мне интересно вот этим заняться так условно я внутренней поверхности взял стена и пока еще попробую может быть можно вы ну придется сейчас тогда вот так вот тыкать неохота этим заниматься они все равно немного добавят площади добавят но условно будет понятно ну слушайте у 90 квадратных ладно там с минус стены условно 80 квадратных метров в общем даже очень это кстати очень приятный дом получается кабинета нет breakfast breakfast fast brb действительно breakfast странно здесь завтракаем здесь готовим кухне кстати тоже очень даже по-моему по-моему она не очень удобная с точки зрения планировки все время будут люди мешать двери кстати дофига на улицу ну да ладно но по-моему даже удобно хочется еще добавить кабинета нет санузел вам какой-то маленький или простенький очень много отдано гостиной отдельная столовая зона но в общем это даже наверное было бы интересно в таком доме жить здесь определенная философия есть но мраю глагольство пока не будем осталось 15 минут отведенного времени на работу так рисуем перик нарисуем основу здания я из 3d это делаю чтобы просто видеть что я делаю в принципе можно все это из 2d сделать просто хочется посмотреть что получается так ну на самом деле здесь будет сейчас хоть все перекрою плитой но на самом деле здесь есть режим полета вот это здесь будет все таки лесенка вниз там будет подвал но в принципе сейчас можно начинать делать привязки стен а вот про что я забыл это у нас такие ой забыл размер посмотреть 600 600 на 200 и вот эти дверки надо еще изменить так они если они стеклянные то то странно что-то последний вот в двадцать пятом архикаде встречаю уже такие вещи когда а вот все я понял где косяк так ну там надо немножко пошаманить над полотном чтобы оно было без всех этих рамок внизу ну полтинники везде поставим плюс-минус так мне почему то кажется что да вот эти окошки они пониже и если смотреть это вот этот вот прямоугольник он меньше по моему был инструментарий делать здесь маленький уменьшение течение но потом займем сейчас то есть 1200 900 ну пока окей за шприцом я вношу корректировки в параметры тех окон на которые навожу шприц с 1200 900 ну пока что вообще не похоже тут если так и вылез ну на глаз 900 что ли да похоже не много и явно ниже то есть серьезно но не не верю что там может быть два пятьсот два шестьсот ну либо это очень высокие здесь жаль человека нет непонятно непонятно никакого размера не жаль но как-то я не верю что там так низко может быть помещение либо вот это вот элемента тоже терраса начинается тогда здесь явно допустим если ступенька 150 или около того то это 300 примерно 300 миллиметров до начала окна снизу и это по 3 метра будет ну похоже хозяин просто не захотел чтобы у него были все двери все это все это остекление уровень с полом надо искать чертежи похоже непонятно что по фасадам вообще непонятно потому что короче интересно что хотел сказать райт как это должно было бы быть и вот здесь такие ограждения еще должны быть мощноватые я думаю что на сегодня пока условно все далее надо привязать стены вот так вот сделать короче проставить вот так размеры посмотреть поиграть с эргономикой посмотреть что получается мне кажется какая-то фигня пока получается нет ни фигня нет ни фигня все хорошо на фоне чуть чуть не видно пери отвратительные вот этот цветастый периархи к доске просто ужас а на фоне 1 3 не видно в общем все хорошо получается сейчас не культиаписто хорошее слово русское культиаписто надо просто сидеть и и думать и думать как это может быть тут такая фигня этот размер не нужен ну да вот это все надо выравнивать смотреть как это получается я это все равно буду делать в рамках съемки видео потому что у меня нет возможности сидеть и готовить контент отдельно у меня есть возможность только вот так его записывать и смотреть что получается надо мебель расставлять смотреть как она живет адекватные ли размеры получается допустим кровать не кстати говоря это не очень большая кровать продающий скос такой есть ну допустим кровать просто если почему я ставлю размере справе потому что у нас вот этот силуэт по которым все нарисовали он сдвинутся вверх и вправо если видите по перспективе кровать и кровать такая ну кстати по длине 2 200 что там у нас размер кровати с американские вполне себе попадают уже а европейский 180 а этот на 20 метров больше ну европейская кровать хотя вот здесь вот может я переборщил конечно мне кажется да нормально небольшая ванная 1600 около того на отделку вообще припусков никаких нет в проекте они должны быть они должны быть вполне такие небольшие спальные спальни квадратные практически кухня тоже не очень большая но тут в общем надо попробовать расставить мебель посмотреть что там получается что в общем можно такую кладовку поставить 550 ну вообще не тот как гардероб получается вполне себе такой гардероб 1600 здесь метр 1102 ну ну в общем что я скажу до следующих встреч если вам было интересно я очень рад мне очень приятно заняться этим проектом и мы будем продолжать им заниматься очень буду стараться попасть в подобный вид кстати кинг-сайз просто код размер просто кровать клинкинг-сайз то что в америке обычно используются размеры с помощью бывает дабл кинг-сайз огромный кровати не в там если американские отели смотрится то там все время кинг-сайз кинг-сайз кровать стоит так в общем в общем в общем в общем вот ну закончим вот на этом видео всем спасибо вам хорошего настроение пишите там ваше мнение ставьте лайки и все прочее в ю тубе это все умеют говорить я вам это тоже советую делать мне было бы приятно спасибо спасибо